духовку сразу разогреваем 190 градусов celsius и двигаемся вперед такая похлова творится или готовится в течение нескольких минут сколько минут 60 с чем-то честно скажу я сама не пробовала этот вариант сейчас покажу убедитесь что почти никто из нас этот вариант не пробовал посмотрим что получится вы знаете я люблю с вами экспериментировать поэтому что произойдет темы поделюсь сначала растопила масло просто взяла масло раскипятила закипятила дала отдохнуть все эти ненужные части молочные приселись успокоились ликвид ушла и сейчас у нас чистый прямо такой золотистый красивый масло масло так 200 грамм нужно что еще нужно по предпочтению можете взять фисташки пистачос или можете взять грецкий орех 250 300 граммов или вы хотите совершенно прямо такой ореховый берите пол килограмма или килограмм и удачи 250 хватит здесь 280 еще немножко сохранила чтобы сверху посыпать что еще понадобится даже не убеждайте меня приготовить тесто фило это не стоит того очень много времени забирает но в интернете поищите посмотрите столько тонких прямо нежных лепестков теста мы с вами или я одна может быть не решусь сделать поэтому покупаем готовый и стоит где-то 3 доллара а готовить 3-4 часа так готовить тесто фило понадобится а кого сколько поскольку это у нас обычная пахлава понадобится сироп а для сиропа что и геннадия чуть не забыли мед и вода сахар добавлять не буду еще хотим чтобы этот сироп был прямо такой ароматный чтобы на весь дом даже до соседских домов должен аромат дойти кардамам по вкусу на вкус или немножко корицы вода розовая вода или сироп розы и не знаю как это называется он глазом сироп называется сироп апельсинового цветка скажем так немножко лимон можно положить чтобы убрал чрезвычайную сладкую сладкий вкус и пикаемся вперед начинаем с теста открываем и геннадян в чем же быстрота этой кахлавы вы спрашиваете не терпите нетерпеливые вы море сейчас скажу вы знаете такую пахлаву лист за листом прямо берем от 16 до 17 листов сразу не заману намажешь маслом до 1 по одному можем 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 складываем и устаем хочется отдохнуть прилить но в этот раз нет нашим мучением что же делаю какой плохой фил всегда попадается или прилипнувший или уже совсем сумасшедший как что делаю всю пачку не использую берите номер 4 это самый тонкий лучше это брать а то очень такие толстые коржи будут сколько граммов это на пачку 454 грамма я половину использую можете большую порцию сделать и удвоить рецепт сейчас возьму аккуратно сложу на две части скажем и порежу или срежу не очень неудачно если кто-то знает как какой хороший бренд филосущество смотрите все уже расплавлен раз расстроилась что же нам делать старший геннадян вы обещали не грустить и и показать быстрый быструю пахлаву разделила на две части приблизительно скажем так можете сосчитать породились на половиной но я этого делать не буду разделяю это тоже на две половины одну половину сразу после без масла на одном кладу это слишком много взяла чем это сыплю орешками орешки лучше немножко как будто приправить поэтому знаете что сделаем возьмем целлофан положим орешки туда орешки писташки можно грецкие орехи конечно добавлю туда карбаман один или два один один якина чан нет два якина чан вот именно если бы я только слышала вас и ваши голоса иногда прямо хочется сделаем одна не знаю не хочу обещать в скором времени но наверное сделаем лайф кукинг скажу ингредиенты что брать все возьмем наши ингредиенты будем вместе что-то готовить потом пробовать у кого что получилось очень доступные продукты будут в ролях это я вас заговариваю пока разговариваю пока раздавливаю хардома хотим превратить порошок захотели превратили это сюда немножко корицу чем взять корицу чем хотите пол чайной ложки меньше чайной ложки можете даже чуточку гвоздики туда положить кончиком чайной ножки скажем сейчас хорошенько не надо слишком превращать в порошок хотите чтоб кусочки попадались так несколько раз и за специи тоже так хорошо как бы внедряться начинка готова сразу начинку на все эти должно получиться где-то 15-17 листов на каждую слой на каждый слой нижний и верхний посыпаем осыпляем но знаете обычный слой на каждый слой мажем обильно масло потом уже другой слой и так повторяем всю жизнь мы увидели что ваше платье покрылась это констарч от фило крахмал очень такой трудоемкое тесто с крахмалом еще нужно пройтись окей геннадян забудьте вспомните о настоящем это добавила сверху добавляем вторую часть добавили и поскольку постольку мы сейчас будем лежит резать на кусочки масло которое мы потом добавим пропитывается во время выпекания не знаю как получится но кто не рискует не ест пахлаву из этой серии сейчас сначала порежу потом маслом пройдусь посмотрим что получится будем печь 30-35 минут сейчас я так никогда пила не резала так когда мажете масло очень даже хорошо лежатся я думаю туда-сюда будет бежать убежит от вас и геннадян это вы говорите можете на ромбики можете на номбики резать как хотите квадраты или ромбики что мне делать давайте ромбики сделаем чтобы хотим аккуратно пальцем держим крепко очень уже хорошо режется и так волновалась всякий случай волнуемся это может уйти поливаем обильно маслом не боимся здесь у меня больше чем 200 грамм потому что растапливала на всякий случай побольше знаю сколько сохранить естественно этот метод поработает сверху пойдет вниз и между слоями тоже быстро-быстро на последний момент можно быстро приготовить пахлаву и уже знаете филу любит масло без масла филу это как бумага поэтому не оставляем ни единой сухой бумаги или тесто пройдемся это так знаете еще раз порежу как бы приоткрою эти надрезы пусть хорошо пропитывает и пока будет печься выпекаться сделаем сироп обычный простой 30 минут печем в центре двигаемся к сиропу для сиропа беру сразу кипяток один с половиной стакан кипятка крутого кипятка почему говорят крутой кипяток чем отличается обычный от крутого не знаю это добавила добавлю сюда сейчас смеяться будете я на вкус делаю мед добавлю скажем один с половиной стакан воды добавлю пол стакана меда хорошенько замешаю может с сахаром сделать делается сироп один к одному это классический один стакан мы рассердилась таки сорна медура на один стакан воды добавляю один стакан сахара если добавляете один с половиной один с половиной стакан сахара это для меня это просто не сироп а сахар очень-очень сладко поэтому я сироп обычно делаю на мой вкус добавляю потом даю закипеть минут пять-шесть и проверяю на вкус захочу еще сахару или еще меда добавлю в этом случае мед добавляю не захочу и не будете что в кипяток добавила потому что мед ядовитым не становится просто теряет свои хорошие качества сейчас дам прокипеть в этом случае хотя в моде тоже есть сахар лимон добавляется для кислости очень вкусно когда эту слишком сладкость отрезывает кислость лимона можно столовую ложку можно две столовые ложки сейчас дам прокипеть проверю еще раз на вкус и добавлю все эти пряности воду воду и что еще и больше ничего у нас здесь очень сладкая неделя получается если предыдущий блок смотрели и знаете что я поработала над этим кокосово-ананасовым тортиком получился безумный вкус но кокосом покрывать не стала просто чуточку сверху посыпала кокосовыми лопухами хотела сказать как будто снежком кокосовым Ари очень вкусный был написала рецепт под видео пинаколада смотрите какой мягкий говорит хорошо выглядит будет наслаждаться на вкус понравится у меня такие критики прямо да вопрос первый что это такое это пинакол есть опасность что ему это не понравится кусок если не понравится значит все гамма говорит нет почему мне отец крем прохит хамур я хамур я крем нам бы в детстве дали такой ананасовый тост с кашей чтобы мы делали карман поздравляю ты выиграл В этот раз жареная кокосовая хлопья не положила, чтобы бедный ребенок поел, а он нет, крем ему не понравится. Соус прокипел, на вкус попробовала, захотелось еще сладкого добавить. Запомните, начинку в тесто сладкого мы не добавляли. Есть вариант, когда в грецкие орехи в начинку добавляю медовое печенье, крупинки медового печенья, даже немножко сахару добавляют. Но в это не надо ничего добавлять, сироп все добавит от себя, от своей души. Так что держите, любите сладкий, берите слаще вашего сладкого. не любите очень сладкий, берите как будто на трамплин выше. хорошо не сказала, муж говорит. Видишь, трамплин, слово есть такое. От этого люди становятся на трамплин и бросаются в воду. кустик кипит и немножко хотим, чтобы вот так. Что сделалось? покрепче стал на консистенцию. и сейчас скажу, чтобы жидкость немножко ушла. густо. А, загустел. Рядом стоит генерал и я не знаю. густо. 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 молочный носус конечно-то заб destroying ему. வтоails в жидкошемeng questi час. 10 стр. по каждой, это сироп. Есть еще экстракт более сильный. Добавляем на вкус, не хотите, чересчур потому что, повышен через чер, не здорово. Особенно,это розовая вода через чер не надо. Это столовая ложка по каждой. Потом всегда можете попробовать на вкус и подстроить под свои предпочтения. Не надо всегда прямо полагаться и зависеть от рецептов. Мы независимые люди, хотя бы в нашей кухне, в нашем доме. Мы не любим очень сладкое, мы не любим, когда пряности прямо воют на нас. Мы хотим по-нашему делать. Я права? Как всегда, ты права. Пахлава готова, сироп тоже готов. Вот смотрите, когда берете и вот так трап делаете, немножко тяжело падает. Ну, не такой уж жидкий, да? Тянется как будто. Это значит готово. Где-то 15 минут скитил. Это выключаем. И, пожалуйста, друзья, товарищи, специалисты по наливанию сиропа на пахлаву. Скажите, на горячую пахлаву горячим сиропом поливают или на уже охладевшую пахлаву горячим, но холодным поливают? Для меня никакой разницы нету. Всегда хороший, хрустящий такой сладость получается. Но говорят, или пахлава, или сироп должен быть горячим тот или иной. Не знаю. Вот не знаю, что делать. Если сможете в комментариях разъяснить, научимся. За пахлаву 35 минут испекла. Отлично. Лучше не бывает. Продавляем. Я сразу горячий с горячим. Полью и не побеспокоюсь. Красивее, да? О, даже прямо масло кипит. Думаю, очень даже хороший вариант. А я столько трудилась. Ночью не спала, коржи маслом мазала. Аккуратно проводимся сиропом. Не бойтесь, если вам окажется, что очень много сиропа. Оно пропитает все. Ну, эти листья, пилу. Сироп до последней капли используем. Оно хорошо пропитает. Еще хотим, чтобы немножко такого приятного, этого сладкого сока, да, было. Ну, хотим. Так аппетитнее выглядит. Ну, такую горячую кушать не буду. Вы знаете. Но крошками посыплю. Наша пахлава пропитала все, что мы ей прямо предложили. И сироп, и масло. И все-таки, думаю, нужно горячую пахлаву поливать не холодным-холодным сиропом, а хотя бы остывшим сиропом. У меня форма стеклянная, поэтому я не решусь в такую форму холодную воду. Ну, сироп добавить. Не хочу, чтобы разбилось. Но, думаю, это правильнее будет. Впервые буду кушать пахлаву ножкой-вилкой. Почему, Экин, Экин, что с вами? Вы что, культурной стали? Нет, такая прямо липнущая. И уверена, туда-сюда будет падать. Окей. Видите, еще не упала? Вкусно очень. Верхние слои, знаете что, думаю. Это просто мое предположение. Верхние слои очень такие хрупкие, хрустящие. Нежние, не знаю, или от сиропа, или от масла. Или от формы, которая толстая на дно. Обычно, если форма тонкая, а пахлава, прямо дно хорошо пропекается. И очень такая хрустящая красная получается. Впервые заметила это. Anyway. Какая форма у вас есть? Такими пробуйте. Очень вкусно. Ну, прямо. Не знаю, как объяснить. Здесь ребенок опять пришел. Сейчас яблоко хочет. Мальчик за здоровый образ жизни. Мы тоже за здоровый образ жизни постарались, чем, как возможно, меньше туда 200 граммов масла положили. Ну, сахар не положили. И, Геннадьян, мед тоже сахар. А мы не знаем об этом. Главное, приготовьте. В описании напишу рецепт. Кушайте на здоровье. Будьте здоровы. Увидимся. Рецепт. 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 Нет, я попробовала. Девочки стараются. Турция мама. Турция. Очень сладкая девочка. Это не слишком сладкий. Нет, нет, это просто. Это идеально. Очень вкусно. Лили, очень вкусно. Очень вкусно. Молодец. Покупайте. Давай, давай. Мама, помню. Не знаю. Нет, я не знаю. Мне это нужно. Это не дурция. А я, как, это не только. Очень вкусно. Субтитры делал DimaTorzok